Минувшая пятилетка для культурного профсоюза была удачной. За этот период организации удалось добиться роста зарплаты, в том числе почти в два раза вырос минимальный размер оплаты труда. По этому показателю Владимирская область пятерки лидеров по центральному федеральному округу. Но на селе еще остались проблемы. Это сокращение числа работников, местных домов культуры и серьезное падение уровня зарплат работников сельских библиотек. Иногда до четверти ставки. Их решение – одна из задач на ближайшую пятилетку. Мы будем разбираться теперь с нормированием труда, потому что, понимаете, как получилось, их перевели на полставки, допустим, или на четверть ставки библиотечных работников. Но муниципальные задания никто не изменял. Мы сейчас будем смотреть соответствие муниципального задания, которые имеют этой ставки, в которой они работают. Также работникам культуры удалось сохранить многие льготы для пенсионеров. А 2019 год был посвящен законодательным изменениям. В Трудовой кодекс предлагалась новая причина для увольнения творческих работников – невостребованность. Пока профсоюзы приостановили этот процесс. Этого удалось достичь благодаря социальному партнерству с Департаментом культуры. Его руководитель Алиса Бирюкова стала почетным гостем конференции. Она отметила, профсоюз для культуры очень важен. Работа с профсоюзом работников культуры в Владимирской области, она строится у Департамента культуры всегда именно в таком очень хорошем, плотном, конструктивном диалоге, в котором удается решать и какие-то иногда возникающие конфликтные ситуации, и какие-то спорные вопросы. Или когда нам нужно совместно найти какое-то оптимальное решение той или иной проблемы. В ходе конференции члены профсоюза наметили и другие планы на предстоящую пятилетку. Также были проведены выборы председателя и президиума профсоюза. Определили и делегатов на 7-й Всероссийский съезд профсоюза работников культуры. Он пройдет уже в этом году.